здравствуйте уважаемые слушатели сегодня мы продолжаем нашей истории по изучению мозга человека в период его развития что с ним происходит когда он созревает и постепенно мы подбираемся к самым всяким сладким моментом таким как формирование и дифференцировка неокортекса эта история продолжается очень долго и если кратко напомнить то на прошлой рассказе я касался вопросов собственно говоря 2 это первичного сознания который возникает на основании лимбической системы в которой запоминаются непроизвольно то есть имплицитно всякие такие вещи которые для вас кажутся неважными то есть дети запоминают все что видит вокруг себя но не произвольно кстати говоря как и старые маразматики то есть старики у которых уже с памятью совсем плохо они тоже обладают очень развитой непроизвольной или имплицитной памятью и запоминают намного лучше то что происходит вокруг них непроизвольно а А когда вы им говорите, ну-ка, запомни вот это вот всё, бабушка и дедушка вздуваются и не запоминают. Это проверено в прямых экспериментах на стариках. На 10-х это тоже проверено, и выясняется, что в этот момент они вообще толком запомнить почти ничего не могут, кроме того, что их лично очень заинтересует. Но зато впитывают как губка всё, что происходит вокруг них. И вот эта вот база, поскольку лимбическая система, она ограничена. Это небольшой участок мозга, около 10 всего процентов занимает по массе и по количеству нейронов. Да, кстати говоря, входит вот этот вот навязчивый, как навязчивая болезнь западных учёных, да и наших гиппокамп, амигдалярный комплекс, сосевидные дела, тело-яйца, перегородки, эпифизарный, эпителомический комплекс. То есть это очень большой, мощный такой центр, который заканчивается гипоталамическими ядрами, которые вырабатывают те самые гормоны, которые регулируют наше поведение. То есть это в основном инстинктивно-гормональный центр, врождённый. Поэтому ресурсов для памяти там немного, но тем не менее он дифференцируется первым, и поэтому дети в него закладывают, то есть записывают в виде систем связей то, что видят вокруг себя. Это та самая непроизвольная память, которая детерминирует их принадлежность к определённой социальной группе, к определённым отношениям в семье, которые в этот момент ещё родителям не очень учитываются, им думается, что дети этого не поймут. Нет, это продолжается довольно долго, там до 5-6 лет, и поддерживается как раз инстинктивно-гормонально. То есть запоминается то, что приносит как бы биологическую пользу, ну, в понимании лимбической системы. Чисто животное. Она потому что в семейном виде, она существует у всех, начиная там с лягушек. То есть таким образом это первое созревание. Зато оно гарантирует простые адаптивные привычки. Если ребёнок хочет что-то есть, он кричит, если ему что-то не нравится, он устраивает всякие обструкции родителям. То есть иначе говоря, это некое физиологическое обеспечение минимальной биологической жизни. Постепенно включается кора. И тут начинает сформироваться не первичное сознание, а вторичное, о чём я говорил. Но поначалу она очень долгое время, очень долгое время, почти до полового созревания, подчиняется как раз лимбической системе. То есть это всё работает только для обеспечения биологического выживания, биологических адаптаций. И тут, когда как раз бы кора и могла очеловечить этого ребёночка, в этот момент начинается половая дифференцировка. Возникает вторичное сознание, которое уж наверняка подчиняет себе большую часть коры. То есть, по сути дела, у нас вторичное сознание, оно репродуктивно-адаптивное такое. С использованием коры, но не с её подчинением. Ну и третичное сознание – это то самое, которое делает нас людьми, построено на коре. У кого-то возникает, у кого-то не возникает никогда, так и живут. Весело и дружно занимаясь пищеварением, бегая со спущенными штанами, выпендриваясь друг перед другом. Для этого достаточно первичного и вторичного сознания. Третичное тут уже не нужно. Но некоторые достигают того, что начинают вести в соответствии с некими социальными принципами, повышенной социальной ответственностью обладают, что получается крайне редко. И тогда у них есть шанс приобрести третичное сознание, то есть, то самое человеческое, и, как я говорил, что позволяет нам гордо называться гомо-сапиенс-сапиенс. А вот если первичный и вторичный, то только гомо-сапиенс. Второго сапиенса не нужно. Так, точнее будет просто. При этом надо понимать, что дети, когда формируется, в том числе и вторичное, и третичное сознание, это происходит очень интересно, очень незаметно. Но при этом любые, как вы понимаете из моих предыдущих рассказов, затраты на содержание мозга, они вызывают отрицательные эмоции. Поэтому детей учить очень тяжело, до некоторого возраста почти невозможно. Поэтому в школу и отдают-то не в два года, потому что там ещё нечего учить, ещё субстрата нет. А любые затраты, поскольку вызывают отрицательные эмоции, вы понимаете, насколько это сложна задача. Поэтому до исторического материализма, то есть, имеется в виду до революции, старались детей как-то попозже немножко отдавать в социальную структуру, в смысле в школу, имеется в виду этот обезьянник, в который они попадают с разным воспитанием, с разным образованием. Но и старались сделать гимназии, так сказать, иерархические, такие попроще, по цивилизованней, для тех, кто получше домашнее образование получил. И тогда как-то это выравнивалось. Но и детей отправляли то попозже. Домашнее образование, как правило, со студентами и учителями. Почему это было? Не потому, что это была такая странность или традиция. Нет, просто большой практический опыт и житейская наблюдательность. Говорили родителям о том, что надо детей отдавать в некое детское сообщество и учиться наукам в тот момент, когда уже мозг готов их хотя бы воспринимать. Что, собственно говоря, и делали. Поэтому 8-9 лет они обычно их туда отправляли. Потому что осознанно контролировать своё поведение, то есть, ну, ты затрачиваешься на приобретение знаний, отрицательные эмоции, их надо перешагнуть и продолжать. Иначе ничему не научишься. Ну, не только ж битьём. То есть, хотелось бы, чтобы ребёнок это понимал. Ну, и снижение затрат. Всегда положительные эмоции. Именно поэтому, когда быстро удаётся сделать уроки, бросить эти тратки рвануть на улицу, такой подъём, духовное обогащение. То есть, когда обезьянье празднует, торжествует веселье, хорошее настроение резко увеличивается. Дело в том, что при этом за счёт коры как раз происходят очень странные вещи. Ну, приведу вам один наглядный пример. Значит, специальные исследования, многочисленные, которые проводились в 90-е годы, в нулевые, очень много 80-х проводилось. Изучали очень простые вещи. Ну, например, гортань. Ну, кажется, ну что тут сложного? Гортань и ребёнок как развивается. Ну, во-первых, это имеет и большое прикладное значение. Как там их учить петь, не учить петь, как связки формируются там, как система управления развивается. То есть, это важное действительно правление. Плюс всякие патологии. Но, изучая гортань, выяснилось, что и у мальчиков, и у девочек примерно до пяти лет гортань одинакова. А голос-то разный. Если вы посмотрите на мальчика, там пяти-шести лет, и вы увидите, что у них там, он уже некоторые так уже начинают пытаться басить пескляво. Но, тем не менее, попытки такие есть. А девочки так повышают частотные модуляции, повизгивая. Так вот, при одинаковых связках, при одинаковой морфологии, что получается? Что за счёт подчинения развивающегося неокортекса лимбической системе, что они делают? Они запоминают и дальнейшем имитируют голоса своих родителей, знакомых там, девочек постарше и прочее, прочее. Иначе говоря, у нас вот это вот голосовые особенности, они достигнуты копировочкой. Там нет морфологических различий, чтобы у мальчика и у девочки были разные частотные характеристики. Тем не менее, они есть. То есть, вот смотрите, что получается. Копируя поведение окружающих на одинаковом морфологическом субстрате за счёт полового деморфизма получаются разные голоса. Ну, поэтому там предлагать выбрать пол в таком возрасте, это попахивает таким махровым идиотизмом. Тем более, что, собственно говоря, структурных основ нет, а есть только одна имитация. Ну, и само само по себе это занятие выглядит достаточно имитационным в определении пола. Теперь надо два слова сказать о том, что есть и соматические различия. Вот где-то к моменту начала полового созревания между мальчиками и девочками возникает несколько сцепленных событий. Ну, например, мальчики, те, которые физически развиваются сильнее и быстрее. Это индивидуальная особенность. Это не значит, что там какой-то дохляк через несколько лет не догонит и перегонит мускулистого своего однокашника. Нет, такого это не обязательно. Но те мальчики, которые рано созревают, в том числе у которых и эрекция возникает, они, собственно говоря, обычно умнее. То есть, раннее развитие физическое мальчиков обычно сочетается и с интеллектуальным развитием. Да, действительно так. То есть, моторные центры, которые управляют соматической чувствительностью и нашими скелетными мышцами, они играют колоссальную роль в процессе развития. И их мощное интенсивное формирование, в том числе и синаптические связи, приводит к тому, что у мальчиков неожиданно появляется больше субстрата для интеллектуальной деятельности. И действительно, опросники, тестирование этим очень много занимались. Проверка этих предположений это не предположение, это на самом деле эмпирические факты. Но вот оказалось, что да. А вот у девочек всё наоборот. Девочки в момент полового созревания, если они созревают быстро и, так сказать, становятся, появляются признаки в женственности необычайной, особенно в области молочных желёз, то тут происходят всякие тонкости. Они как раз, те, кто развивается девочек соматически, то есть за счёт тела лучше, они, к сожалению, умнеют медленнее, чем девочки задохлики. То есть, вот эти вот худенькие, точенькие, с замедленной половой дифференцировкой девочки обычно поумнее, как показывает тестирование в разных странах, англоязычных, испаноязычных и франкоязычных, оказывается, что не та. У девочек обратная зависимость. Быстрое соматическое половое созревание приводит к обратному эффекту интеллектуальному. Ну, это, в общем, знают все учителя, кто учил девочек в момент полового созревания, очень способные девочки, которые давали большие обещания относительно своего интеллектуального будущего, оказываются как бы, ну, не совсем такими, как ожидали. То есть, они утрачивают те ценные кондиции, которые, казалось, их могут сделать выдающимися в интеллектуальном плане. Да, это так, ничего не сделаешь, половая дифференцировка мальчиков губит очень эффективно и девочек. И здесь надо сказать, что к этому моменту заканчивается формирование умения чистописать. То есть, каллиграфия, о которой я уже неоднократно говорил, как единственный, скажем так, педагогический прием, с помощью которого можно сцепить тонкую моторику, дарсальная часть лобных долей, проговаривание слов, вентральную часть лобных долей, ассоциативную часть лобных долей, и верхнее теменное, нижнетеменные поля человеческие, которые определяют смысл написуемого, то есть, каллиграфическое аккуратное выведение слов и осмысленных фраз в большие тексты, это единственный способ интегрировать двигательно-моторную координацию и ассоциативные наши центры. Поэтому каллиграфия и вообще чистописание и писание рукой крайне важны. Но именно поэтому, собственно говоря, в эволюции человечества, имеется в виду современная эволюция сегодня, у меня есть такая даже целая серия передач, у нас происходит очень интенсивное избавление детей от чистописания, то есть, вообще от писания. Они превращаются не писателя, это писание заменяется тыканием, то есть, теперь курсы тыканье в компьютер, что, собственно говоря, упрощает дифференцировку мозга, снижает систему связей более чем в десятке полей неокортекса и снижает скорость формирования и их объем связи между этими полями. То есть, это такой способ эффективно оглуплять детей, чем, собственно говоря, сейчас в образовании во всем мире интенсивно и пользуются. Ну, кому нужны умные, подумайте сами. Умные люди, умные дети, образованные, умеющие логично излагать свои мысли, в общем, не нужны. Таких нужно очень немного, они как-нибудь и сами получатся. А вот такие, чтобы, не дай бог, все подряд были такими умными, ни в коем случае. И в этом отношении чистописание к этому моменту или там каллиграфия, аккуратный почерк, писание текстов руками, оно, в общем, завершается в целом. И тут много интересных вещей. Многим казалось, что совсем недавно, полвека назад, что тот, кто очень красиво каллиграфически пишет, тот, мол, где и поумнее будет. Кто аккуратно, тщательно, красиво, и еще более того, грамотно, значит, пишет, тот и умнее. К сожалению, это не так. Специальные исследования показали, что чистота и красота писания имеют очень большое значение, конечно, для развития, но критериями, скажем так, дополнительных интеллектуальных возможностей не являются. Дело в том, что обычно быстрее пишут более сообразительные мальчики и девочки. Нельзя сказать, что уж умные, но сообразительные точно. Почему? Потому что, по-видимому, мысли приходят так быстро и так весело, что они еле с трудом успевают их записывать. Ну, собственно говоря, это косвенный признак, конечно, интеллекта, но тем не менее, статистические такие дети лучше решают и математические, и физические, и всякие другие интеллектуальные задачи. Это факт. То есть, не красота и чистота, а скорость писания сцеплена с этими признаками. Тут уж ничего не сделаешь. То же самое примерно к моменту формирования вторичного сознания, чуть-чуть после него, происходит формирование смены собственного социальных ценностей. Ну, такое, вы знаете, что дети, они все такие гедонисты, как будто они уже в верхнем списке Forbes и уже не знают, чего хотеть. Ну, генеральские, как вы знаете, они так до конца дней своих так и не знают, чего хотеть. Ну, вот обычно, потому что интеллектуально не развиваются, а доступность до всего позволяет им хотеть чего угодно. Поэтому их насыть никак нельзя. А вот дети такие обычных семей, которые испытывают, ну, известные материальные трудности, трудности образования, воспитания, ну, совсем. то есть, которые живут на том, что сами заработали. У таких, таких большинство, и у таких происходит естественный процесс. И вот этот гедонизм детский, ну, который там эгоистичный, мы привыкли к эгоизму детскому, вот его специальное исследование с 5 до 12 лет показало, что именно к концу 11-12 лет происходит постепенная замена на социальное поведение. То есть, кора большого мозга по мере созревания потихонечку, очень мягенько перехватывает вот этот эгоизм, такой внутренний гедонизм, как бы, детский, ни на чём не основанный, и поведение становится всё более социализированным. То есть, две причины. с одной стороны, они начинают связывать события между собой и отдают, и появляются представления, отдают должное причинно-следственным связям, а с другой стороны, появляется половая дифференцировка. Ну, естественно, тут уже не без последствий. Если ты вмешиваешься в некие половые разборки, мальчики с мальчиками, девочки с девочками, друг против друга, естественно, возникают разные опасности биологически. Тут социальная сообразительность резко возрастает. Так вот, примерно это приходится тоже на начало полового созревания, и та социальная ответственность, которая появляется у детей, она является такой смесью, миксом таким, в том числе и той социальной ответственностью, которую еще они запечатлели в раннем детстве, в кончае вот этим половым созреванием. То есть, эмпатия заменяет гетонизм, то есть дети начинают понимать реакции друг друга, реакции взрослых, связывать их не на интуитивном основании, как раньше, за счет лимбической системы, системы видового опыта, а уже за счет научения личностного, то есть, то самое, которое сложилось на основании развивающейся коры. То есть, это серьезное событие, потому что в этот момент, собственно говоря, происходит та глубокая социализация, которая им позволяет не кусать соседей. То есть, они начинают себя вести уже почти как люди, хотя до людей очень далеко. Вот, и в этом отношении очень важна личностная память, потому что память это универсальное средство, и она есть у всех. Я говорил, что даже у насекомых есть небольшое количество. Их мозг занимается тем, что позволяет адаптивно запоминать там расположение пищи, там своих норок или своих ульев, там не важно, муравейников. И она есть у всех, а уж у позвоночных исследований очень тщательно от скатов, акул, рыб костистых, черепах, ящериц, крокодилов, окончая крысам и обезьянам. И она, как было показано в специальных исследованиях, продолжается, на самом деле, после однократного предъявления, но яркого, естественно, от суток до 120 дней. То есть, вот хранится. Но при этом очень быстро происходит забывание. То есть, через сутки уже половина, через 10 суток там одна десятая и так далее. Если вы никогда с этим больше не сталкиваетесь, то она стирается. То есть, память, как я говорил ещё на прошлом своём выступле, нигде на магнитофонную ленту не записывается, ни в каких молекулах она не хранится, к сожалению. Поэтому многие вещи у нас исчезают из памяти безвозвратно. И здесь нужно сказать, что начинает срабатывать при созревании, особенно половом, где-то вот 12-13-14 лет начинает срабатывать социальные разницы. То есть, в 80-х годах, когда ещё не очень опасались за политкорректность, вот просто сравнивали детей и из богатых в семье и бедных. Но и оказалось, что вот тут уже начинается сказываться. Сказываться начинается уровень достатка в семье. То есть, количество пищи, качество разнообразия впечатлений, сколько с детьми возятся, в какие школы отдают и так далее и тому подобное. И, короче говоря, оказывается, что вот деньги в данном случае имеют значение. И при всех прочих равных оказывается, что у таких родителей и невербальные дети и в невербальном отношении, то есть, лучше и вербально лучше и общаются и говорят и такие вещи абстрактные, как математика, им тоже даётся легче. То есть, детям нужна разнообразная жизнь. Я приводил всегда, люблю приводить пример с аплизиями. Уж моллюск! Какой тут интеллект? Какие тут... Какая гениальность? Там несколько тысяч нервных клеток. Небольшой моллюск, который сидит в аквариуме. Если аквариум из белого пластика и ничего в нём нет, кроме еды, то моллюск обладает одним уровнем интеллекта. А если сделать разнообразные камушки положить, ландшафт устроить, менять картинки вокруг, то выясняется, что у него совсем другой интеллект. А если взять его, выковырить у него ганглии, сделать гистологию, посмотреть на синапс, то выяснится, что синаптогенез идёт у того, у которого сложная среда намного больше. Поэтому дети так же, как и аплизии, они отзывчивы, если с ними возиться. Впрочем, как вы знаете, так же отзывчивы бывают и собаки, если с ними возиться, и тогда они вдруг неожиданно могут поразить вас интеллектом. То есть, они хотят не только есть, спать и размножаться, но и могут проявить какие-нибудь не очень собачьи свойства. Поэтому с любыми надо возиться, а уж с детьми тем более. У нас есть ещё одна особенность, которую нужно понимать, что вот детские качества, которыми так оперируют, говорят, вот, таким уродился. Ещё в 80-е и 90-е годы, начиная даже с 60-х, очень многие исследователи мозга детского обратили внимание, анализируя, как детей маугли, так детей выросших, скажем так, в крайне ограниченной социальной среде, то есть, где был большой недостаток как еды, так и впечатлений, так мягко, скажем, то оказывается, что у детей не из воздуха, не за счёт лимбической системы, а и не за счёт, так сказать, вторичного сознания, которое подчинено еде, размножению и доминантности, а именно за счёт воспитания и среды появляются миролюбие, сочувствие, такие вещи, как альтруизм, но жестокость, то же самое. То есть, это педагогические плоды, поэтому, когда мне говорят о том, что там дети над кем-то там страшно, из животных надругались, какие-то девочки там как-то изуродовали щенков, то я не принимаю в качестве объяснения то, что они такие жестокие дети. Нет, за них отвечают также точные родители. Это жестокость воспитания. Это формируется уже на основании корковых связей. То есть, это, по сути дела, человеческое качество, которое прививается от родителей. В таком случае надо спрашивать родителей. То есть, подвергать их таким же наказанием, как этих детей. И больше никак. то есть, иначе говоря, если попытаться биологически объяснить все эти события, то мы должны сказать следующее. То, что у нас, у человека реализуется старая идея филоэмбриогенеза, высказанная ещё Алексеем Николаевичем Северцевым был гениальный эволюционист наш отечественный. В своё время, в 30-е годы, когда он написал книжку по теории филоэмбриогенеза на Западе, сказали, ну, наконец-то, мы, значит, теперь знаем, чего делать и прочее, прочее. То есть, на самом деле, эта книжка посвящена эволюции животных, позвоночных, в первую очередь. И она кажется далека от человека. Но у нас есть одно свойство. Дело в том, что можно предложить, и он мне изложен во втором томе морфологии сознания, социально-поведенческий вариант теории филоэмбриогенеза Северцева. То есть, в чём дело-то? Он, рассматривая органогенез конечностей, зубов, плавников, осевого скелета, он ориентировался на морфологические изменения. Которые там по известному закону, кто нужно почитать, есть толстая книжка и тоненькое краткое изложение для бездельников. Суть, собственно говоря, в том, что в процессе эмбрионального развития добавляются, любавляются, изменяются некие стадии развития, которые приводят к изменению организма, в том числе и во взрослом состоянии. Вот у человека это касается не зубов, когтей, а касается мозга, то есть у нас подвергается этой самой модели филэмбриогенеза, то есть накопление уникальных отличий, делающих нас практически другими людьми, каждый цикл эмбрионального и плодного развития. Но об этом мы поговорим в следующий раз, поскольку здесь широкая, большая тема, очень интересная. А сейчас переходим ко всяким сладеньким вещам, чтобы вы не уставали. И мы, значит, воспользуемся нашей подругой, которая символизирует то, что мы переходим к Вещеленькому. То есть ворона замечательная, она это и символизирует. Ну, у нас много сегодня Вещеленького, просто как вы думаете, директор по влиянию это кто? И влиять на что? Это прелестно, это принц Гарри. То есть такую профессию надо поискать вообще-то в подлодном мире, потому что директор по влиянию это твёрдая пятёрка, вот он, пожалуйста, эволюция деградации, до чего дело докатилось. Очень смешно, потому что директор по влиянию это прекрасно, об этом можно только мечтать. Ну, и у нас много всего другого есть из Джона Гопкинса из института, просто так хочется назвать этих ребят гопниками, значит, новое достижение научное, значит, они искусственное соединение создали из платины и меди, которое должно лечить паркинсонизм. Это полнейшая загадка, потому что там идея в том, что это антиоксидант, как бы, и он будет блокировать формирование телец-ливи. Ну, очень странно. При этом выдаётся эта смесь медь с платиной, как нанотехнологическое лекарство, которое проникнет в суть вопроса и, так сказать, заблокирует развитие паркинсонизма. на каком основании, почему, загадка. Оно вот другое, оно может вызвать. Я в своей жизни однажды столкнулся, нам ворона помогает, с таким весёленьким делом. Однажды меня позвали специалисты по усопшим, не своей смертью, значит, познакомиться с особым случаем, поскольку возникла проблема, поскольку на разрезах яички мужские у молодого человека 30 с небольшим лет оказались ярко-зелёненького цвета. Но я заподозрил в этот момент, что там дело нечистое и посмотрел на его головной мозг давно остывший. Оказалось, что там гиппокампи тоже зелёненький цвет. Выяснилось, что там несколько тысяч предельно допустимых концентраций меди. Откуда она взялась? Оказывается, он зарабатывал на жизнь тем, что торговал БАДами. Это были 90-е годы. Но мало того, что торговал, он опрометчиво их ел сам, причём медь содержащая. А у нас и медь, и алюминий, они откладываются в двух местах. В головном мозге, преимущественно в гиппокампе, и в половой системе, а именно, если мужчина, то в яичках. Поэтому, если бы они у него оторвались, то могли бы отбить ноги. Концентрация меди была такая. Поэтому, вот эти гопники из института Джона Гопкинса, предложив лечить паркинсонизм смесью платина медной, они, конечно, добьются ещё больших успехов. То есть, вряд ли, конечно, мы в гиппокампе будем находить большое количество платины, что, в общем-то, интересно. Но уж в яичках точно найдём в смеси с медью. Ну, а то, что причина смерти в таких случаях сейчас становится, об этом лучше расскажут патанатомы, но обычно там ещё идёт очень сильное изменение эластичности крупных сосудов, которые часто разрываются, то есть, аневризма. Вот это довольно частое событие, хотя и неприятное. То есть, так что, вот, институт Джона Гопкинса нашёл способ новый, с помощью медно-платиновых соединений, морить население Соединённых Штатов, я думаю, ну, Европы передовой. Дальше у нас ещё есть одно очень приятное и интересное событие, которым надо сказать, потому что я очень люблю таких людей, которые занимаются сном, улучшением сна, развитием сна. Но это в духе того, чтобы, знаете, организовать лабораторию про проращивание зубов у детей. Ну, в смысле, помогать. Но они так вырастут, но за это можно брать деньги. И счастливые мамы будут видеть, как ваши приёмы, например, там, заклинания на расстоянии или там X-лучи, они, значит, действуют очень хорошо. Это очень смешно и весело, поскольку многое, долгие годы люди, занимающиеся этими вопросами, утверждали, что смена быстрого и медленного сна, она характерна только для человека. Но теперь они стали потише, поскольку вот эта вся липа, которую они рассказывали своим пациентам, она немножко пошатнулась. Почему? Потому что, ну, во-первых, у многих млекопитающих найден быстрый и медленный сон. и кроме этого, он найден у ящериц. Это событие хорошее, но самая приятная новость, что он найден у осьминогов. Так что теперь людям, занимающимся лечением сна, очень трудно будет объяснить нашу уникальность и уникальный ценник на свои услуги, поскольку даже у осьминогов есть медленный сон, когда осьминог становится светлее и быстрый сон, видимо, когда осьминогу снятся сны, становится темненьким. Так что это большое событие и нахождение быстрого и медленного сна у беспозвоночных это не воронье дело, а это серьезный научный факт. Ну и последний, но это уже чистый анекдот, я очень рад, что в Бостоне наконец-то спустя 150 лет сделали прекрасное открытие, ну после того, как это вошло в учебники, как вы понимаете. Значит, они сообщили, что мозг, оказывается, хранит воспоминания в обоих полушариях. Ура! Для американской науки это, конечно, событие крупное, особенно, если опубликовать в серьезном научном журнале с высоким рейтингом. То есть, больше глупостей я, конечно, не видел, но это Бостонский институт имени Пикауэра, загадочная организация, особых работ оттуда никаких не знаю. Но они умудрились, причем в какой терминологии все это сделано, советую почитать оригинальную статью, что оказывается, в одном полушария сохранится информация, а в другом происходит резервное копирование. Такое впечатление, что они до сих пор еще работают на пентиумах, у них-то еще терминология сохранилась, вполне возможно, это же все-таки Бостон. Короче говоря, они согласились с тем, что действительно второй полушарий участвует в запоминании того, что и первое. Это, в общем, известно, еще с времен Первой мировой войны очень хорошо было. Но бостонским ученым только сейчас удалось это сообразить, с чем я их и поздравляю. Теперь перейдем к нашим вопросам, которые вы мне присылаете. Значит, что у нас сегодня здесь происходит? Добрый день! Как вы относитесь к технологиям, разработанным Игорем Смирновым, академиком Райен? Психокоррекция, чтение мыслей, кто-то продолжает его работы? Опасны ли технологии имбит при использовании? Российской Академии Естественных Наук она возникла из-за того, что Борис Николаевич Ельцин решил создать альтернативную Академию Академии Наук СССР. Потом устроили довыборы и всех, кто более-менее на что-то был способен, довыбрали в Академию, а это осталось общественной организацией. Поэтому психокоррекция, конечно, возможна, если делается профессиональным психиатром, а не Академиком Райен. Примерно такое же значение есть еще Нью-Йоркская Академия Наук. Вы можете в нее вступить за 105 долларов. 5 долларов там на пересылку и выдачу вам такого красивого сертификата, где золотыми буквами написано, что вы Академик Нью-Йоркской Академии Наук. Сами понимаете, что всем лаборантам, например, у меня было в лаборатории еще в 90-е годы такие приглашения пришли. Вот примерно такой же Академик Райен Ставайтесь глупостями. Чтение мыслей это прекрасно. На этом зарабатывать очень хорошо. Правда, к реальности это никакого отношения не имеет. Не хочу никого обидеть. Но бизнес, наверное, хороший. А вот насчет здравого смысла и научных оснований боюсь, что там никаких нет. Это как раз к вороне вот этот уровень. Скажите, пожалуйста, каков механизм смерти от длительного отсутствия сна? Что там в организме заканчивается? Сопроводимость или что снижается в издательном отсутствии? Значит, не снижается. Дело в том, что у нас нейроны, я уже об этом многократно говорил, они способны работать без кислорода и без питания. То есть, не восстанавливая АТФ, аднозинтрифосмонную кислоту в полном объеме примерно 6 минут. Через 6 минут у человека начинаются проблемы. И если 15 минут нейроны не кормить, то будут очень значительные выпадения памяти всего остального. Сон нам нужен для того, чтобы восстанавливать вот этот АТФ. Есть люди, которые любят рассказать о том, как они не спят 20 лет. На самом деле, это их обследовали еще в советские времена. И там было показано, что они выключаются на 15-20 минут, сами того не замечая. как потери сознания. А так, истощение, оно и есть истощение. Если вы не будете расслабляться, то есть, если вы не будете давать время вашему мозгу накопить энергию, то есть, запасти ее в виде АТФ, а для этого нужно много времени, нужно много времени на синтез мембран, пузырьков синаптических и всего остального, то вы, в конце концов, во-первых, будете соображать очень плохо, одна мистификация, а во-вторых, значит, у вас вы, в конце концов, умрете от какой-нибудь глупости, то есть, где-то чего-то не увидите, подъезжающего мотоциклиста или еще чего, таких смертей очень много. Не истощайте свой мозг, он еще вам пригодится. Какой способ обучения чему-либо наиболее эффективный? Шесть часов практики, затем два часа записи от руки теории или как-то иначе заниматься. Шесть часов практика, да, практика может быть и больше даже, но интеллектуальные усилия и знакомство с реальным новым материалом больше четырех часов дается с трудом. Потом надо переходить на ручную работу, а не наоборот. Лучше сначала пользоваться головой, а потом руками, когда голова устанет, тогда заодно она смотришь и закрепит то, что вы сделали, ну и ручками там какие-то поддержки памяти произойдет. Правда ли, что естественное пробуждение организма от основ некоторых благоприятных по температурному режиму дня тела таких же вуз, связанных с качком сахара в крови? Вы знаете, нет, это неизвестно. Обычно там проблемы существуют другого рода. У нас есть так называемые центры пробуждения, которые в стволе мозга начинают активироваться, как правило, это связано с концентрацией кислорода и возбуждение. Очень часто люди просто неудачно спят, и пробуждение начинается с того, что там у них нехватка кислорода заставляет их начать поинтенсивнее дышать, и это просыпается человек. Вот обычно такая, поскольку во время сна задержки очень большие, дыхание, сердце начинает биться реже. Поэтому всё зависит от усталости, недостатка или избытка кислорода, а не сахар. Сахар в крови у нас поддерживается довольно стабильно, но человек здоров. Почему? Потому что у нас в крови сахар регулируется не только из пищи, у нас же ведь огромный запас сахара в крови находится в виде гликогена, в том числе в мускулатуре. Гигантский запас гликогена находится в печени. Именно он начинает выбрасываться в тот момент, если сахара не хватает. Почему скачки у диабетиков такие большие? Да не из-за того, что они что-то там съели, а из-за того, что у нас есть в организме в виде мускулатуры гликогена печени запасы сахара связанного, который в момент его недостатка вырабатывается. Вот в чём дело. И поэтому сахар скачет у нас и так целый день. Достаточно вас напугать козой или вот вороной, у вас тут же начинает вырабатываться сахар. Это мобилизующие соединения, которые нужны для того, чтобы поддержать энергетически ваш организм. Поэтому похудение так плохо идёт. Вы вот там будете есть одну морковку и немедленно похудеете. Не верьте этой всей чуши, потому что межклеточного сахара, того, что у вас запасён в тканях, обычно хватает на пару дней. Если вы интенсивно используете его, он закончится. Потом что начинается? Потом сахара не хватает, вы отказались от хлеба, сладкого, всего остального. Что начинается? Реализация гликогена из клеток печени. Никакой подкожный жир, никакой внутренний жир расщепляться не будет ещё очень долго. Поэтому все эти диеты, которым бедным девушкам, у которых с образованием очень напряжённо, а с желанием понравиться самцу с толстым кошельком, очень большое, эти диеты не помогают. Почему? Потому что надо дождаться, пока закончится значительная часть гликогена печени. Это достаточно долго, это чуть не месяц. У всех там по-разному, в зависимости от размеров тушки тела и размера печени, насколько вы её раскормили. То есть, только после этого, после, когда заканчивается гликоген, включается расщепление жиров, и неподкожных, толстый на брюшник вы ещё будете носить долго, даже если займётесь этим интенсивно. Потому что начинается с внутреннего жира, и он тоже должен закончиться. И только тогда будет подкожный. То есть, эта история с ограничением углеводов и сахаров, а это главное, что есть, нельзя допускать поступления в организм одновременно углеводов и сахара. Почему? Потому что основное действие инсулина это не утилизация, не помощь в утилизации сахаров из крови. Какие сахара в крови у осетровых, кто их шоколадными конфетами кормит? Да никто. Глупость страшная и упрощение представлений обмене углеводов в организмах. Нет, конечно. Дело в том, что попадая в организм углеводы с помощью инсулина первое, что они делают, они метаболизируются в тот самый любимый подкожный жир и ни во что другое. Поэтому нужно избегать такого варианта, чтобы у вас было много и сахара, который вызовет выработку инсулина, и углеводов, которые их тут же пристроит ваш толстый набрюшник. Вот в чём дело. С глубочайшей непониманием этих процессов он приводит к тому, что возникают всякие нелепые диеты и всякие глупости. Постарайтесь к этому относиться как можно более критично. Так, с какой, вот Юрий Соколов прислал, с какой вашей книги начать читать дилетанту, чтобы понять, как работает мозг? Всё очень просто. Для этого я написал специальную книжку именно по просьбам таких вот, как Юрий Соколов, чтобы было понятно, о чём я говорю, чтобы войти в терминологию, понять название, слова. Причём это написано так, чтобы человек, закончивший, отучившийся, скажем так, 8 лет в средней школе смог это понять. Книжка называется «Нищета мозга». Сейчас вышло, если меня память не изменяет, по-моему, четвёртое издание, которое везде есть. Там я подробно рассказываю самые фундаментальные принципы организации нашего мозга. и цену вопроса, то есть, что мы можем, а чего мы не можем. Порочтёте её, после этого можно переходить ко всему остальному, поскольку всё остальное предполагает, ну, хотя бы такие начальные знания, которые, к сожалению, сейчас в школе не дают. У нас школа теперь западного образца, либерально-гуманитарная, поэтому там астрономии нет, хорошей биологии нет, но зато много есть словоблудия, которые никому в жизни не нужны. Как вы относитесь, так-то опять это повтор, какие известные способы восстановить зрение, или хотя бы не испортить его сильнее, поменьше пяльц вот в эту лабуду, будет лучше, младонные компьютеры, смотритесь, смотреть вдали, разнообразие питания, потому что у нас, я уже повторил, говорил об этом, повторю, у нас палочки и колбочки вам даны на всю жизнь, новых не будет, они работают так, что вот отдельная палочка или колбочка, она всё время наращивает свои светочувствительные членники, а старые отпадают, их там поедают, фагоцитируют клетки пигментного эпителия, вот чтобы синтезировать новые мембраны и новые апсины, которые являются светочувствительными молекулами, нужна еда, и еда нужна хорошая, сосиска и картошка не ограничивайтесь, нужны лёгкие липиды, то есть, это реликты вымирающие рыбы, нужны различные ограничивающие аминокислоты, всяких хороших соединений, типа там папайм, морских беспозвоночных, нет морских беспозвоночных, наши раки подойдут, то есть, нужно разнообразное белково, с белком, с жирами, и с разнообразными углеводами пищи, тогда вы сохраните своё зрение, не переутомляйтесь, чем старше, тем меньше компенсаторные возможности, клетки просто медленнее синтезируют части своих утраченных тел, поэтому постарайтесь вести себя аккуратно, лишнего не смотрите, смотрите только то, что вам нужно, и тогда всё будет хорошо, потому что люди, думая, что они что-то узнают из этой вот штуки, которая нужна только, чтобы ограничивать ваш интеллект, из-за меня имитировать некий социальный процесс, они, к сожалению, часто ничего не дают, кроме потравы времени и денег, значит, от чего возникает синдром Шегрена, не знаю, это надо отдельно разбираться, лучше всего поисследовать, но никому это не нужно, учил китайский пять лет, как это повлияло на мой мозг, хорошо повлияло, теперь осталось начать его использовать, этот самый китайский, то есть важно не просто учить, а применять, об этом всё время говорю, ваши мысли ничего не стоят, они умрут вместе с вами, стоит только то, что из ваших мыслей реализовалось, материализуйте знания китайского, начинаете зарабатывать деньги таким способом, хотя бы маленькие, постепенно нарастет, а с мозгом всё хорошо, потому что вы, во-первых, познакомились с новой культурой, во-вторых, запомнили кучу новых примитивов графических, то есть это в любом случае пошло вам на пользу, вы стали немножко другим, даже если это вам не пригодится, так что всё, что вы учите, идёт на пользу, ну, старайтесь не учить какие-нибудь глупости типа фантастических фильмов, не запоминайте, а то сейчас у нас наполнено и телевидение, и кинотеатр какими-то ужасами, я здесь недавно на выходных столкнулся, там бегает какой-то странный мужик в латах с маленькой накидочкой красненькой сзади, наверное, у него спина мёрзнет или радикулит, с такими светлыми волосами такого атлетического вида, и он почему-то освоил только молоток, кувалду с короткой ручкой, и у него очень странное имя Тор, загадочное, детям, наверное, это лучше не показывать, потому что по-русски это Тор, а же ведь это бублик, и вот этот бублик с кувалдой, с молотком носится, ещё там богиня такая, почти не одетая, но у неё бронированные бикини, видимо, враги стреляют только по вторичным половым признакам, потому что всё остальное не прикрыто, но это загадочное явление, это даже не русские народные сказки, это что-то невероятное, к этим, с этим надо относиться осторожно, и такое не смотреть, я боюсь, что это и зрению не полезно, некоторые учат украинский седьмой год, влияние на мозг видно невооружённым взглядом, можете начинать учить русский, уже пора, советую, это будет перспективный язык на территории Украины, какое ваше отношение к прививкам от коронавируса, это очень индивидуально, поскольку как бы я, видимо, перезаражался уже очень много раз, и повторно, и третично, все признаки были, поэтому мне кажется, что это решает каждый, я отношусь хорошо, потому что мне кажется, что спутник Ви, вот по тому, что я знаю о нём, он наиболее эффективен, он долго разрабатывался очень, он на самом деле, так сказать, сделан более-менее безопасным образом, и я думаю, что это на сегодняшний момент самая эффективная вещь, если вы работаете с людьми, наверное, прививаться нужно, для пожилых людей с тяжёлыми осложнениями, болезнями, это надо делать очень осторожно, по рекомендации врачей. Испытывает ли боль рыбы, больно ли им умирать, когда их выловят, и сколько нервной системы отличается от человека? Больно, да, всем больно, и рыбам, и коровам, и зайцам, очень больно. Да, нервная система такая же в некоторых случаях, даже чувствительнее, ничего не сделаешь, но на этой планете все едят друг друга, ну, что сделаешь? К сожалению, если они там просто засыпают, то есть, ну, они перенасыщаются с кислородом, там просто так же, как человек, когда задыхается. Поэтому, конечно, больно всем умирать, тут уж ничего, ну, а что делать? Или, в конце концов, и нас тоже едят, так что, и никто не интересуется, что мы уже начинаем испытывать. Например, у нас живет внутри в кишечнике два килограмма микроорганизмов. Они не очень страдают морально от того, чем они питаются. Правда ли, что красные тельца превращаются в белые, если ты не поспал? Нет, вранье. Почему из-за стресса выпадают волосы? Ну, на этот вопрос легко ответить. Дело в том, что волосы сами по себе не выпадают. Вообще, волосы, они дохлые, холодные. И вы их чем не мажете, и чем не моете, это я про девушку, красавицу говорю, ваши волосы никогда не будут живыми. Потому что это уже производные волосяных сумок уже совершенно мертвые, как рок. Все, успокойтесь. Ну, вот на это отношение. А стресс это что? На самом деле спазм сосудов, питающих волосы. Если вы лишите волосяную сумку кровоснабжения, будет плохо, потому что волосы не будут образовываться. То есть, питательные вещества к волосяной сумке не будут подходить, ну и, соответственно, волосы перестают расти. Обычно вот эти все лосенманы, это на самом деле люди, у которых по тем или иным причинам пострадали волосяные луковицы. В первую очередь, кровообращение. Поэтому, я уже говорил об этом, были такие приемы в 90-е годы, когда иголочками мелкими так массировали до кровавых подтеков голову, там возникала раневая поверхность, кровоток увеличился за счет роста капилляров, и так появлялся легенький пушок. Поэтому, если вы сильно нервничаете, испытывают спазм сосуда, снижается давление вокруг волосяных луковиц, и волосы погибают. Испытывает ли боль дождевой червь, когда его разрубают лапу от полной? Еще какую боль испытывает? Потому, что у нас был такой советский ученый на территории нынешней Украины, невмывака, который всю жизнь занимался дождевыми червями, не просто дождевыми червями, а их центральной нервной системы. У них сложная нервная система, там несколько тысяч нейронов, петля около глоточное кольцо, и брюшная двойная нервная цепочка с ганглиями. Да, это весь аппарат, и там нервы есть, и чувствительные, и механорецепторы, и хеморецепторы, то есть, это сложный организм достаточно. И когда его перерубают, он, конечно, страдает. Другое дело, то, что он регенерирует, но это не значит, что там нет страданий. Кстати говоря, невмывака говорил, когда меня спрашивали, почему вы, у меня, кстати, блестящая монография по дождевым червям, почему вы всю жизнь занимаетесь дождевым червем? Ну, он, всегда отвечал одинаково, очень мило, говорил, ну, жизнь такая короткая, а червяк такой длинный, что, я думаю, что мне на всю жизнь хватит. Ну, в общем, и хватило, но лучше него на эту тему, мало кто работал, я имею ввиду про нервную систему дождевого червя. Как эффективно учиться новым сложным вещам в немолодом возрасте? Желание есть, но вот понимание тяжеловато, спасибо. Время, весь секрет, время, занимайтесь этим делом, всё время, думайте о нём, не только, когда делаете руками. Вот как научитесь думать о деле, не суча ручками, так сразу прогресс будет. Это как язык учить. Если вы начинаете на нём думать, стараетесь заставлять себя записывать, писать дневник, думать о нём, у вас очень быстрый прогресс, так и любое дело. Погружайтесь в него и не отказывайте себе ни в чём. Через некоторое время это даст плоды. Незаметно для вас, но очень заметно для окружающих. Ну, на этом вопросе мы сегодня заканчиваем нашу передачу. Всего вам доброго, до свидания, не попадайтесь в клюв вороне. До свидания. Продолжение следует...